То милеет, то топит берега. С главной своей функцией регулировкой уровня воды в Сатисе городская плотина не справляется. Река постоянно выходит из-под контроля. Уже три года с этой проблемой каждое лето сталкивается Петр Цой. По его словам, из-за постоянного отклонения уровня воды в Сатисе невозможно планировать работу вейк-парка Майами и лодочной станции. Никак не удается запустить речной трамвайчик. Чаще вода стоит ниже нормального подпорного уровня. Если нормальный уровень некий 280 сантиметров, то мы наблюдаем отклонение вплоть до минус метра уровень воды. И все жители, и вы наверняка, это, например, можете видеть как. Ну, например, нижние подпорные стенки габионов постоянно оголены на укрепленных берегах реки Ривьере и дальше, ближе к плотине. Например, это можно видеть по обнажающимся частям дна рядом с мостами, в частности, у Маслихинского моста. Но бывает, что уровень воды в реке резко и намного превышает верхний критичный предел. За прошлое лето лодочная станция пережила два потопа, еще один осенью. Последний раз потоп произошел 9 мая этого года. Уровень воды в Сатисе поднялся на 70 сантиметров. На 70 сантиметров пришло очень резко. Подъем воды осуществлялся в ночь, когда дежурство не осуществлялось. После сообщения мы сразу быстро отреагировали. По словам Людмилы Шлипугиной, круглосуточное дежурство на гидротехнических сооружениях предусмотрено только в периоды паводков. В остальное время такой возможности нет. Сейчас плотину по договору обслуживает МУДЭП. Его специалисты и регулируют уровень воды в Сатисе. Это ДЭП заведует по контракту. Они осуществляют регулирование. У нас нет возможности в автоматическом режиме регулировать. Это осуществляется путем подъема ремонтных затворов с помощью крана. То есть это в теории занимает достаточно трудоемку. Нестабильный уровень воды в Сатисе – следствие плачевного состояния плотины. За всю ее многолетнюю историю ее ни разу капитально не ремонтировали. Компании, обслуживающие ГТС, лишь делают текущие ремонты. Гидроузел не держит воду должным образом. Затворы неметичны. Мало того, плотину на сегодняшний день держат ремонтные затворы. Основные вышли из строя. Чтобы поддерживать в текущем состоянии, в котором ГТС, мы стараемся максимально все усилия предпринимать, чтобы 2,8-3,0 держать. Мы постоянно на связи с ДЭКом, исходя из тех наших возможностей, с сегодняшним состоянием ГТС. Но вы понимаете прекрасно, что ГТС, как построили в Советском Союзе в 60-х годах, они никогда не перестраивались и не реконструировались. Соответственно, чтобы говорить об изменении уже кардинальном и нормальном регулировании в автоматическом режиме, ну это нужно очень серьезное средство. По итогам заседания комитета депутаты решили направить к главе города обращение с просьбой просчитать стоимость реконструкции плотины и найти в бюджете финансирование на эти цели. Лидия Шулаева, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.